Как пройти в библиотеку, что подарить на свадьбу, где отстоять свои права? В этих брошюрах найдешь ответ, даже если плохо с английским. Мы действуем в рамках политики. Нью-Йорк – город для всех, независимо от статуса и языка. Книги и мини-фильмы серии «Wispick NYC» готовят управление мэрией Нью-Йорка по делам иммигрантов. Специально для взрослых, у кого английский не родной. Темы самые разные – образование, медицина, социальные программы, права работников. За два сезона три награды главной в США – телевизионной премии «Эмми». «Wispick NYC» – проект, в который город инвестировал 3 миллиона долларов. Это уникальная инновационная программа, она обучает английскому и также связывает людей с городскими словами. Согласно американскому обследованию общин Бюро переписи населения США, почти 40% жителей Нью-Йорка рождены за пределами Соединенных Штатов – более трех миллионов человек. Половина населения из девяти миллионов дома по-английски не говорит. Испанский и испанский-креольский, китайский, русский и креольский-французский – самые распространенные после английского. По данным управления по делам иммигрантов, в Нью-Йорке можно услышать свыше 200 языков и диалектов. Наша главная отличительная черта – многообразие. Идешь по улице и слышишь, как люди говорят на разных языках. «Кипасо» из испанского кафе или «Ялобум» из йеменского магазина. Или из соседнего бара «На здоровье». Я свободный человек. Я буду жить в том месте, где я хочу. Карлос Финта – художник из Гватемалы. Свободно говорит на шести языках. Подобранный на нью-йоркских улицах мусор трансформирует в искусство. Старые проездные билеты превращаются в птиц. Своеобразный манифест против нападок президента Трампа в адрес иммигрантов из стран Латинской Америки. После риторики Белого дома об эмиграции, я задумался, как рассказать о позитивных сторонах эмиграции. Кто может показать это лучше, чем птицы? Я воспеваю тех, кому не нужны визы и разрешения. Марк Трейгер по профессии школьный учитель. Сейчас председатель городского комитета по образованию. Его родители приехали в Америку в середине 70-х из СССР. Я первое поколение американцев в нашей семье. Обе мои бабушки прошли через Холокост. Оба деда – ветераны Второй мировой. Их истории – это мои истории. То, кем я являюсь. Еще в 2011-м губернатор Нью-Йорка Эндрю Коума принял специальное постановление номер 26, обязывающее правительственные структуры штата предоставлять населению услуги языковой помощи. Поэтому многоязычные сервисы по телефону, брошюры к избирательной кампании, банковские служащие полиглоты и пестрое объявление в метро, в том числе на Кириллице, уже давно не удивляют. Правда, в 2013-м местные республиканцы вынесли на обсуждение легислатуры законопроект, призывающий утвердить английский официальным языком штата. Но бумага и ныне там. Между тем, миграционная реформа, на которой активно настаивает президент Трамп, предполагает обязательный тест по английскому для всех желающих въехать в страну. В этой связи многие вспоминают президента Буша-младшего, которого однажды возмутило исполнение американского гимна на испанском. Оба, видимо, забыли, что государственного языка в Соединенных Штатах нет. Чуть более половины американских штатов признают таковой статус за английским. Причем нередко он идет наравне с языками коренных народов. Нина Вишнева, Майкл Эклс. Настоящее время Америка. Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова